Какова реальная экономическая ситуация в республике? Изменится ли курс рубля? Также приобретет ли Днестровск свой собственный бюджет? На самые важные вопросы жители города энергетиков глава государства ответил лично. Еще до прибытия главы государства зал Дворца культуры энергетик был переполнен до отказа. Горожане собрались, чтобы узнать из первых уст, каково сегодня реальное положение дел в республике. Одним из первых вопросов президенту – изменится ли курс рубля? По курсу национальной валюты хочу сказать следующее, что мы будем делать все возможное, чтобы принимать эффективные решения и в дальнейшем поддерживать курс национальной валюты. Но это будет определяться, безусловно, реальной экономической обстановкой, реальным наличием валюты в экономике и в определенном соотношении эта валюта с деньгами должна быть. Пока предпосылок для девальвации валюты на сегодняшний день нет. Глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня все органы власти нужно максимально выводить из-под влияния бизнеса. Также президент добавил. Нам нужно будет после выборов переосмыслить некоторые, на мой взгляд, итоги приватизации. И те доходные сферы бизнеса, которые могут и приносят доходы, вернуть под контроль государство. Потому что государство, когда не имеет дохода, имеет только обязательства, пенсии, зарплаты, зародовое хранение, оно нестабильно. И поэтому я думаю, что нам нужно корректировать экономическую политику в этом направлении. Спрашивали днестровцы и о бюджете города. А именно, может ли он в перспективе отделиться от столичного. Президент отметил. Данную инициативу в Верховный Совет он уже направлял. Тогда депутаты ее не поддержали. Глава государства пообещал горожанам выступить с данным предложением уже перед депутатами нового созыва. Затронут был и наиболее обсуждаемый на сегодняшний день в обществе вопрос. Возможно ли изменение государственного строя ПМР. Президент ответил коротко. Комментировал, скажу еще раз. Считаю, что форма правления в виде парламентской республики в Приднестровье неприемлема. Это позиция приднестровского президента действующего. Спрашивали у президента и про ценообразование. Днестровцы говорили, они осведомлены о том, что в городах, где появились социальные магазины, цены на продовольствие упали. В связи с этим жители попросили открыть ветераны и в их городе. Работники городской администрации ответили гражданами Евгению Шевчуко, что сейчас для этих целей уже подобрано место и к Новому году один из представителей торговой сети должен открыть свои двери и в самом южном городе ПМР. Заканчиваются ремонтные работы в Бендерах, так как открывается там социальный магазин. А дальше будет у нас работаем. Уже определили здание второго детского сада. Значит, будет магазин здесь и в городе Днестровский. Большое количество вопросов граждане задавали по поводу выборов. Президент ответил, сегодня, учитывая исторический период развития ПМР, необходимо сделать шаг вперед и добиться того, чтобы органы власти были максимально профессиональными, с тем, чтобы государственная позиция была всегда прагматичной и отстаивала только интересы народа. Александр Богатый, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал.